привет друзья у нас сегодня по большей части будет влог посвящен приготовлению пищи так детки как всегда кричат время у нас уже конечно не совсем утреннее утро у нас уже прошло что хорошо когда я пойду хорошо значит по большей части сегодня у нас пятница и будет очень много приготовления пищи во первых по привычке на конец неделю всегда у нас приготовление пищи ну и вообще по жизни сейчас нужно готовить кушать потому что все находятся дома значит хлеб у нас заканчивается нужно испечь хлеб покажу вам как наша хлебопечь печет хлеб потому что я уже с ноября месяца не пик но мы не покупаем хлеб и пеку его и как бы я в хлебопече хлебопечь для нас печет вот делаю разные смеси стараюсь не делать чисто белый хлеб почему-то он съедается очень быстро поэтому всегда добавляю либо темной муки like the wall me wall wall with муку или добавляю еще чего-нибудь например у меня есть гороховая мука то есть мешаю до стаканчик такого стаканчик всякого в общей сложности я делаю на размер один стакан жидкости 4 стакана муки и получается у нас такой 2 паунда хлебушек значит сейчас поставлю делать хлеб тем временем детям уже они завтракали и сейчас как бы время типа обеда но они не очень сильно хотят есть вот костя поел суп я вам покажу который я приготовила и делать его ладушки просто тела ладушки чтобы такое что-то такое вкусненькое поели и вроде не обед и вроде не завтрак в общем что то поели значит что касается кухни сегодня буду готовить два блюда которые вам покажу вот у меня заморожены сейчас разворачивать размораживается wild pacific коды филе это код это у нас треска вот у меня есть две упаковочки трески под филе вот тут скажем по 400 грамм вот то есть 800 грамм вот они разморозятся потом значит томатная паста у меня паприка и уже готовый жареный лук вот это у меня будет блюдо просто сначала создаю подливу да то есть вымешиваю вот это вот в литре воды томатную пасту на литр воды добавляю паприки ну где-то наверно столовую ложку этого тоже где-то столовую ложку но естественно соль перец нам по вкусу и туда закладываю вот этот вот прямо кусочками потому что она разойдется развалится во время приготовления вот этот наш код от риску и все это вместе будет тушиться но примерно около 20 минут вот вот это будет у меня такое так любому в принципе гарниру как говорится можно и гречки и к пюрешки и к макарошкам но кто с чем там любит кто любит просто так вот это номер один а номер два у нас будет сегодня суп тоже здесь томатная паста у меня присутствует я буду вообще в супах люблю обязательно использовать если это но не какой-то там суп которым не используют картошечки 3 картошки 3 лука вы сами видите что это морковочка и половина капусточки небольшой такой вилочек половинку вилочка такой супчик будет легкий но он будет делаться на зажарке поэтому лука достаточно много использую вот такой будет суп вот это из того что в общем то я буду наверное готовить сегодня такой вот скромная трапезы трапезничать трапезничать будем по скромным так я еще забыла мскать я добавлю буквально четверть стаканчика риса круглого риса я люблю немножко он такую тягучесть в супчики придаст и густоту я люблю густые супы и вот вы знаете наверное все почистила картошку лук значит этот суп я готовлю немножко наоборот я это делаю крайне редко такие супы но вот хочется чего-то такого в общем я сначала все это буду как бы делать в зажарке протушивать не зажарка не люблю это слово протушивать лук с морковкой и с картофелем и только потом я буду добавлять жидкость в которую я добавлю рис значит с порезанной капусточкой и уже в конце томат вот это все будет тут такой тут тушиться а потом уже добавляться жидкость вот в общем покажу вам как я делаю такой супец значит ну вот сейчас уже внутри нарезанная кубиками значит лук морковь и картофель плюс я добавила приправы и все это сейчас конечно несколько того выходит масло растительного и вот все это мы будем вот в таком манере сначала затушивать я думаю ориентировочно минут 20 вот такой вот процесс начало я дам обжариться на достаточно высоком огне минут 5 вот а потом уже накрою крышкой и минут 10 под крышкой на небольшом огне он будет тушиться тем временем буду нарезать капусту все перемешало оно так неплохо даже пассировалось уменьшаю огонь и закрываю крышечкой пока супчик готовится у меня размораживается наша трескан видите она так вот упакована отдельно то есть купив упаковку там 400 грамм можете вот если у вас небольшая семья вот так вот в морозилочке выложить видите они каждый индивидуально упакованы герметично и использовать например когда вы только лишь перед едой например если вы едите только свежие взяли две разморозили остальные у вас в морозилочке ну в общем пока она размораживается в индивидуальных упаковочках ну это будет еще не скоро мы не спешим вот готовится наш супец супец значит время пришло прошло ну может быть в общей сложности минут 10 то что мне нужно вы поймите карту вы можете сказать боже мой тут все тушится будет все тушеное моя цель чтобы было такое полу суп полу пюре я люблю такое что было густое тягучее но картошка до сих пор твердая то есть это в общей сложности у нас прошло от начала 10 минут ночи я смешала уже первые пару пол-литра водички с томатом вот сейчас я немножечко увеличу огонь и я заливаю это все и еще мне нужна жидкость я беру прямо из крана вторая порция так значит мы сделали вот так прекрасно так я вижу что мне понадобится еще сюда литр сейчас я еще литр сюда залью и мы этому дадим тушиться так вот у меня здесь все залито сюда уже в это состояние у нас большой огонь сейчас даже я погружаю четверть стаканчика риса и все это вместе у нас будет доводить до кипения будем потом ну что наш супчик закипел и время капусты задвигаться в кастрюлю и так капусточка внутри сейчас это еще будет вариться какое-то время я думаю не больше 15 минут и так наш супчик готов он постоит немножечко должен настояться и будем кушать сейчас все тут сидим бабушки там дальше смотрим властелин колец да я здесь читаю книжечку сижу с краешку хоть фильмы посмотрим и так хлебушек будет делать вот наше хлебович я прям при вас буду делать все как я делаю в своей обычной в своем обычном подходе так мне нужен здесь стакан теплой желательно теплой жидкости так видно и меня и все вокруг сейчас как-то может быть вот так немножко чтобы меня было все-таки больше видно в общем я наливаю стакан теплой воды чуть больше стакана обычно по рецепту идет стакан и четверть стакан с четвертью выливаем значит дальше я забрасываю это мой рецепт я его тоже варьирую очень часто и он не совпадает с рецептами которые в книжке прилагаются здесь я остаюсь меньше сахара давать ложка столовая но они советуют вообще полстакана но естественно мы этого делать не будем так значит дальше что у меня еще идет идет растительное масло но я его наливаю на глаз так масло наливаю из бутыля я вам хочу сказать что здесь примерно 3 столовые ложки масло масло не испортите хлеб дальше я беру соль чайная ложка соли это обратите внимание суши запросовую воду нашу теплую воду значит дальше я беру у меня вот есть гороховая мука вот она так выглядит и у меня есть цельная мука здесь еще немного осталось вот она цельная мука так значит я беру стакан это стакан мерочный стакан полной муки стакан гороховый кстати горох придает также свой сахар есть в этой муке достаточно сладкий и еще мне нужно два стакана мне нужно открыть мешок потому что у меня мешок из кофе большой два обычной белой и потом когда она начинает крутиться я тоже смотрю может быть добавить иногда бывает чего-то нужно я люблю молока немножко добавить либо иногда муки нужно добавить знаете все зависит от консистенции как там оно все получается вот но что еще хочу вам сказать можно добавлять естественно я добавляю часто разные виды муки еще в зависимости от того какой все таки мы хотим на выходе получить хлеб хлеба же тоже разные бывают значит иногда я добавляю отмилс овсяные хлопья иногда их перемалываю можно разные семечки например льна ну кунжутные абсолютно разные вещи добавлять семечки лук сухой можно добавлять но сегодня я не буду ничего добавлять значит я возьму вытащу приготовлю молоко и я взяла вот у меня дрожжи в холодильнике столовая ложка дрожжей из костка я просто в банку пересыпала стеклянную проню в холодильнике вот столовая ложка дрожжей так молоко в сторону ставим вот вам показываю что у нас тут вот всю эту кучу набросала так теперь значит что мы делаем закрываем закрываем сейчас я вам переведу экран так включаем машину нашу так я буду делать на экспресс номер 6 так значит мы нажимаем шестую программу сделаю сегодня это всего два часа так у меня нет возможности выставить насколько он должен быть темным это уже все здесь просчитаны нажимаю старт и все и вот оно пошло перемешиваться ну вот как только можно я приоткрываю всегда посмотреть посмотреть чего мне хватает чего не хватает и как все это идет пока что оно пусть перемешается через пару минут я проверю нужно ли добавить сюда молочка так у нас тут видите оно чуть-чуть суховатое я добавляю немножечко молока вот буквально сколько великолепная погода сегодня невозможно не погулять я их вывела потому что очень тепло вы видите даже дети раздетые вот вышла даже в доллараму взять им доритос потому что оказалось что долларама открытая думала они закрыты людей нету все в масках я тоже вышла в повязке как ниндзя на лице вот 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 мы здесь все с детками еще все страшное на бэкярде после зимы еще все такое бледное трава бледная все еще такое но потихонечку будем все приводить в порядок насколько это возможно чтобы хотя бы на бэкярде проводить время потому что ну ребята сами понимаете все изоляция полная вот хлебушек испекся сейчас посмотрим какой он там так у нас еще 20 минут осталось вот он уже поднялся как красота 20 минут хлебушек будет готов ну что хлебушек наш приготовился вот так он выглядит двухчасовая программа напоминаю значит вот мы вытаскиваем вот мы вытаскиваем уже даже остыло можно вот так его вывалить прям потому что я немножко сидела на улице с детками все вот вот такой хлебушек небольшой но приличненький значит важно очень дать хлебу всегда остыть я всегда накрываю полотенечком и ставлю на возвышение например сейчас я вам покажу что я ставлю например вот такую вот маленькая тарелочка у меня есть я его вот так вот ставлю и он вот так остывает чтобы конденсат пускать не в себя вот вниз этой тарелочки он должен постоять остыть нельзя сразу резать потому что он будет крошиться и толстыми кусками когда он постоит можно будет настояться особенно на второй день он очень хорошо режется можно прям тоненькими кусочками резать так что вот наш хлеб готов значит у нас сейчас происходит второе блюдо значит здесь у меня уже в глубоком сотейнике таком значит в глубокой сковородочке уже томатная паста вымешанная в литре воды значит здесь у меня литр получается соуса сейчас мы напоминаем готовим рыбу значит сюда я добавляю вот столько соли не забываем что паста она и соленая но она в то же время и сладкая добавляю паприки прилично можно даже две столовые ложки жареного перца перца жареного лука что у меня сегодня с такой с речью значит все вот это дело я перемешиваю это наш соус для нашей трески вот которую сейчас я распакую из-за виде индивидуальных пакетиков пока будет это доводиться у нас до практически закипания так что я пока раскрыла нашу рыбку а вот соус уже закипел и я просто выкладываю вот так вот рыбку слоями так немножко перехлёст внахлёст друг на друга наши филеечки так и так все закрываем и за 20 минут она приготовится рыбка у нас получилась просто великолепная вот такие кусочки вот а к ним я сделала пермишельку такую рисовую сейчас солью и вот будут они вместе дружить так я еще вот такую дошки книжечку покажи купила в доллараме за 4 доллара такая энциклопедия тела я думаю что много из этого ядоша уже знает но я уверена что есть много чего ядоша не знает да сыночка мы играем сегодня в бот-бинту да да молодец не нельзя такое говорить о май гад какая ты молодец добка гад подожди и письмо а я тебе купила уже доритос Ты очень далеко встала. Мама, ты делаешь видео? Да. Окей, then. I got... Hi guys! Today I'm going to do 4 challenges. 1, 2, and 3, and 4. If you don't know what it's for, that's going to be a racing competition. 2, 2, and 3. We don't need to have any tricks. I have to do the long show. We're going to go home soon. Yeah, we're going to go home soon. I'm going to go a little closer. I'm going to choose a bit more easy for this one. Молодец! Вау! Молодец! Так, каждый день я в календаре решила отмечать, сколько мы дома сидим. Сначала я ставила крестики, типа еще день дома, еще. Потом я поняла, что мы проводим время вместе. Это семейное время, которое должно остаться с любовью в нашей памяти. Поэтому я решила делать в сердечках. И еще один день у нас прожит его любви. Всей семьей вместе. Обводим его в сердечко и пишем номер 12. Мы сидим 12 дней уже дома. А вот здесь я пыталась Maple Leaf нарисовать. У нас 8 лет в Канаде будет 31 числа. Так что вот так закончился еще один день дома на карантине. Все. Хочу всем сказать пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. 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 ПО-пока. 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 ПО-пока.